Сегодня я расскажу о системе, по которой можно писать на любом количестве языкового программирования. Это бесподвуха. Единственное, что если вы увидели, что это будет легко, это не трудно. Просто надо заниматься определенным образом. Итак, вот короткий план нашего видео. Постараюсь уложиться быстро. Я выбрал несколько ребят, у которых получается. Расскажу, почему у них получается программировать. Дальше. Как воспринимать видео? Рассмотрим. Разным категориям людей. Это видео для широкого. Результаты ребят. В чем система работы с кодом? То есть я покажу, в чем заключается суть моей системы обучения. Обратите внимание, ребят, это видео, его не надо воспринимать как учебный материал. Вопрос в том, что после него должно быть понятно, что вам делать. Итак, первое. Давайте посмотрим, что не должно происходить для начала. Вот парень. В данном случае тема-то обычные атрибуты класса, слишком подробное руководство. Человек, который работал инженером в компании. Но происходит ситуация в 2022 году, что он принимает на работу человека. В результате выясняется, что ни он, ни данный человек неправильно рассуждает о атрибутах класса, атрибутах экземпляра. Человек программирует, скорее всего, до 20 лет. Это прискорбно, когда человек через 20 лет узнает о том, как правильно в языке. То есть его уровень мог быть намного выше. Давайте посмотрим, что он сделал не так. Легко по этой статье, когда молодежь, что он признал, что все не так. Можно посмотреть, почему он сделал неправильно. Когда он начинал изучать программирование, он изучал его стихийно. У него не было ни плана, ничего. Он неправильно подошел к классам. Это очевидно. Потому что, если правильно подойти к классам, а это очень легко установить, человек, который работает с документацией, то можно посмотреть пункт 3.9.2 в учебнике, который когда-то составил к виду Амбросу. Этот пункт, он находится в классах и идет под параграфом 9.3.2. Здесь совершенно очевидно написано. План изучения классов. Объект класса поддерживает два типа операции. Ссылка на атрибут создания экземпляра. Здесь четко говорится, что для того, чтобы разобраться с классами, надо работать с атрибутом и с экземпляром. Больше ни с чем. Все остальное, наследование, это все действительно понимается в течение пяти минут. Если посмотреть на страницу вот этого человека, который написал, то в принципе получается, что через 15-20 лет он наконец-то понял суть. Иными словами, программирование данного виде не могло быть профессиональным, но, к сожалению, хорошо, что он к этому пришел. Легко можно понять, если взять атрибуты класса, как он изучал. Во-первых, в чем заключалась его ошибка? Его ошибка заключалась, что не было стартовой цели. Исходный код и документация. Абсолютно легко это определить. Если мы возьмем, откроем любой продукт на любом языке, там мы увидим две фразы. Исходный код, документация. Это то, от чего надо отталкиваться, то, с чем работает программист. Как правило, большинство людей это обходит. Это неправильно. Если мы вот это определили, дальше мы сейчас разбираем момент, обращая внимание по классам, хотя мы начинаем не с этого. Но возьмем именно ситуацию Чарльза. Иными словами, он не понял, что такое атрибут. Откроете исходный код. Все очень просто. Если мы откроем любой исходный код на любом языке, то мы увидим простую вещь. Во-первых, будет здесь ключевое слово, в разных языках разное. В Python, Dev, но это будет либо функция, либо метод. И у нас ничего нет другого, кроме функции или метода, чтобы выразить свою мысль, какое-то действие в программировании. А дальше внутри функция будет иметь некие ключевые слова с точками. Это и есть атрибуты. Вопрос заключается в том, что у большинства людей эти атрибуты ничего не имеют. Ни типа, ни принадлежности, ничего. Поэтому люди просто его копируют. Моя система обучения заключается в том, что научиться строить из этого кода осмысленные. Как словами мы говорим. Ладно, пошли дальше. Легко понять, если он не изучал атрибуты, значит, у него выпадают. Понятно, что атрибуты класса, атрибуты экземпляра у него выпадают. Атрибуты экземпляра. Легко понять, что он не понимал, что такое правильное сельф, значит, у него выпала ссылка на объект. Ссылка на объект. И выпал сам объект. То есть, объект стал просто словом, а не каким-то строительным материалом. В результате получается так, когда человек видит просто, вот, например, конкретно какие-то скобочки, допустим, он это классифицирует, как, действительно, тип данных. Когда же человек переходит к какому-то конкретному коду, в данном случае человек теряется, у него код становится просто из-за каких-то слов, и он вообще ничего не понимает. Остается только копировать, и в результате программирования нет. Если вы внимательно слушаете этот фрагмент, то тут надо было услышать только одно, что корнем является всегда то, с чего вы исходите. Я классы показал не зря. На самом деле, все намного проще. Да, атрибуты мы изучаем, действительно, в классах. Но начинаем мы с функций. Мы позже поговорим. В данном случае, на самом деле, если убрать класс и оставить просто функцию, да, то в ней тоже могут, можно использовать атрибуты, и все, что для классов, будет справедливой для функций, потому что класс это обычный функциональный объект. Не более, не менее. И это касается абсолютно любого языка программирования. Я вам прочитаю выдержки сообщения Дмитрия с Фейтернадо, где он помогал ребятам, да. То есть, такие вещи происходят после того, как человек начинает писать. Когда я начал работать по программе Буфсунов, в самом начале у меня была сказана простая вещь. Действие в языке Пайтерн это функции. Если посмотреть с стороны на весь язык, то я вижу две простые вещи. С одной стороны ссылка на объект, с другой функциональный объект. Больше, ребят, ничего в языках нету. В любых. В любых. Вопрос в том, что для большинства людей сейчас это просто слова. Для Дмитрия эти слова имеют смысл. Объект раскладывается на типы, на значения. Функциональный объект на определение значения, либо на установку значения, либо на возраст значения. Иными словами, происходит. Вы можете остановить видео, прочитать это сообщение сами. Второе сообщение, которое бы я хотел прочитать, на то, что писал Михаилу, да, по-моему, видел. Вот он пишет, вот пришлось еще с одним языком столкнуться. Дмитрий пишет на 6-7 языках. Он думал другой. Рабочий кот и понял, что там ничего сложного. Это был рубин. Он даже мне понравилось, показал легким наравне слова. Вот только мне скорость его не нравится. Второе, хотел бы отметить, как тяжело дается ответ на вопрос об изучении языков сходу. Это он для ребят пишет. Да, действительно, это сложно понять, но это можно понять. Мы поговорим о прямом порядке и обратном порядке, который используется в школе изучения. Валерий все время говорит, что в Python мы идем от параметра к типу. Там это логично и правильно. А в других языках наоборот. От типа к чему? К чему мы можем прийти? Котлин, Java, Dart. Что у нас остается незатронным? Всех объединяет очевидная вещь. Поэтому я, как и все, хочу услышать это от ребят. Потому что, сказал эти ценности, ну, если их проговорить, то ничего не произойдет. Это абсолютно то же самое, что прочитать про ссылку и объект. По программе Валерия читать все подобные языки легко. Действительно. Это правда. Теперь, ребят, мне бы хотелось, я не думаю, что Дмитрий загордится, он много помогает ребятам. Поэтому я просто рекомендую, когда вы приходите в школу, наберите свои торнадо, да, и посмотрите. Почему у него получилось, почему получается у других ребят. То есть он никогда не задавался вопросом, вот, а зачем мне это, да. Когда вот ему говоришь, надо идти в С++ читать указатели. Он шел, читал, ага, понятно. То есть делал все. И история его интересна тем, что не было такого момента, что у него сразу получилось. То есть пришел он в летом 2023 года, через 5 месяцев начал писать. Вот его первое письмо, которое он написал мне. Он написал, что занимался 3 года GSPHP и при этом упускал многое с функцией. Здесь есть 4 видео, 4 видео, которые можно посмотреть. С атрибутом у него тоже возникли проблемы, потому что это самая серьезная тема. И вообще, ребят, когда мы изучаем ООП, я говорю об ООП изучении, сугубо об изучении двух вещей. Это атрибутов и ссылок на объекты. Все остальное, наследование и прочее, это действительно читается за 5 минут и понимается и применяется. Больше там ничего умного нет. Так, ну, захотите, посмотрите. Посмотрите, да? Будут еще ссылки, можно будет посмотреть. Я вам даю файл в описании видео. Теперь я бы хотел сказать, как воспринимать мое видео. Для тех, кто уверенный программист, возможно, все-таки вас заинтересует отношение к атрибутам, и вы узнаете для себя какие-то новые способы, да? Тема, у кого каша в голове, это как раз мои любимые ребята. Почему? Потому что большинстве своими людьми приходят с кашей в голове, но это мое любимое состояние. Почему? Потому что у человека есть знания, просто они разбросаны. И их очень легко собирать, потому что человек сразу начинает показывать хороший результат. Преподаватели других языков. Здесь я ни на что не претендую, ребят, по одной простой причине. Я не хочу сказать себе, что я супер-пупер, я самый тупой, потому что я понял эту систему через 9 лет. Да, мне часто задают вопросы. Вот преподавали, работали в Google, работали в Яндекс. Ребят, я 17 лет занимаюсь одним и тем же вопросом, как лучше донести программирование до человека. У меня это получается. Каждый из вас, я уверен, что вы все умнее меня, прекрасно владеете английским. Вопрос в другом. Вот пришли к вам люди, да, и они отучились, и они ушли с кашей в голове. То есть вы-то все классные, да, ребят. Бусиновский вот такой вот тупой, да. Но вопрос в том, что ребята, которые от меня уходят, пишут на многих языках и двигаются сами. Возможно, вам это будет интересно. Вы что-то к себе добавите. Я не собираюсь вас чему-то учить, я просто скажу, что есть система, которая работает гарантированно. Новичкам с малым опытом. Многое, особенно с кода, что я буду рассказывать, вам, скорее всего, будет непонятно. Ребят, к этому надо прийти. Дмитрий об этом прекрасно писал. То есть надо отталкиваться от того, что вот Дмитрий говорит, да, правильно. То есть если просто рассказать, да, ничего этого не даст. Потому что вот по сути дела вот Дмитрий вот написал вот на данный момент, но это когда он уже пишет, что есть две простые вещи. Действительно. Абсолютно вот прочитав только эту фразу и понимая ее, если у вас за этим что-то начинает стоять, вы можете писать, открывать любой язык и писать. Но для большинства из вас это будет просто фраза, которая ничего не значит. При этом даже вы не будете представлять функциональный объект. Вы легко сможете представить летающую тарелку, инопланетян там себе придумать. Но эти вещи вы не представите и ни одной строчке кода не напишите. Поехали дальше. Людям, которые изучают язык после 40-ка. Ребят, я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете о том, что у вас мало времени. Знаете, сейчас в последнее время ко мне приходят ребята, которые приходят за думку. Одному надо то написать, другому то. Есть в школе прекрасная программа индивидуального обучения. spb-tut.ru Недорогая, разная ей. Вы просто открываете и начинаете работать. Вам надо просто купить доступ к Python Jungle, лучше всего с DevHackers, потому что там много схем. И плюс купить индивидуальное обучение. Вы будете инвестировать, не тратьте, а инвестировать 3, 6, 9 месяцев в зависимости от опыта. После этого вы будете писать. Теперь, ребят, смотрите. Я сказал, что будете писать, но это не значит, что вот пришел, оплатил деньги и все. Басановский, скажите мне сколько часов надо. Там 40, да, приземлил там свое главное место, да, там не получится так. Ребят, это не тот подход. Вот, вот смотрите. Чтобы вы понимали, в чем отличие. Так, секунду. Вот Михаил. Учится несколько месяцев. Прекрасные результаты. Видео, которое Михаилу я дал. Вот оно. Вчера, почти 2 часа. Длинное. Михаил действительно скоро будет писать. И вы знаете, с тем кодом, который вот если раньше посмотреть, он пишет по Python, он смело может уже устраиваться на работу. Он читает исходный код прекрасно, да, то есть открывает код и читает. Я говорю, что плохо для уровня профессионала, плохо. Поэтому мы работаем. Видео я дал. Вы посмотрите в описании. И дальше мы откроем, что не так, да, или что так. У Михаила стояла задача. В принципе, в этом и суть обучения в школе, ну, именно по моей методике. Но мы поговорим чуть попозже. Написать несложные программы на 4 языках программирования, при этом выделить только атрибуты. Иными словами, в чем заключается успех программирования по моей системе? Все очень просто, ребят. Если вы откроете абсолютно любой язык программирования, и откроете его официальное руководство, скорее всего, это будет следующее. Не скорее всего, так и будет. Сначала идут типы, дальше идут разные, значит, дефолтные вещи, которые в языке, а потом идут функции, классы, иными словами. И в конце концов, это превращается в некий текст. На самом деле, любой язык программирования можно разделить всего на 4 простых компонента. Это функции, классы, экземпляры и методы. И что вы можете точно сделать? Вы можете найти общее во всех этих вещах. На самом деле, я вам не скажу, но Дмитрий здесь все описал, да, по сути дела он и писал. Хотя ему порадовалось дойти до этого 5 месяцев, чтобы только начать писать. Секрет в том, что человек начинает писать, когда начинает видеть тип. Ребят, не тот тип, который у вас видится, у большинства людей, или у нас, чтобы вам не было обидно, да, как нечто, обозначающее какие-то скобки, да, там, например, там, квадратные скобки, это, там, список, в другом языке, там, фигурный, это массив, это не то. Вопрос идет совершенно о других вещах. Когда большинство людей пока видят скобки, они говорят, да, это список, это все понятно, но когда они открывают код и видят то, что есть через точку, то тут у них все эти типы пропадают. Иными словами, вся их информация, она бесполезна, потому что, если ты не читаешь код, то ты ничего не пишешь. Вы можете остановить видео, ребята постаршие, и прочитать. Это просто как подсказывает Харилу, когда он начинает работать, прибутать. На самом деле, вот здесь Дмитрий написал те вещи, когда есть возможность писать на любых языках программирования. Но я четко понимаю, что большинство новичков прочитают, и вообще для этого ничего не будет значить. Значит, надо учиться. Он много помогает ребятам, поэтому я и говорю про него так. Почему? Потому что действительно много. Но ответом не дает. Научился от меня, да, только вот показывает, ага, вот это надо делать, а вот это нет. Люди доходят сами. Почему у людей получается? Потому что все мы проходим на личном опыте. В этом есть смысл. Поехали дальше. Давайте поговорим о системе работы с кодом. То, что я называю учить программированию, я это называю таким словом, как система работы с кодом. Для людей, ребят, именно преподавателей или программистов, я скажу, ребят, вы можете все, что хотите говорить. Я же вам сказал, я не собираюсь сказать, что я очень крутой. Я действительно самый тупой человек, и вы намного умнее меня, потому что я пришел к системе просто через 9 лет, совершенно случайно. 9 лет я тоже писал какие-то программы, писал какой-то код, но я вообще внутри понимаю, что я не умею программировать. Потом я понял. На сегодняшний день я даю такую систему, которая дает возможность за 3, 5, 9 месяцев человеку встать на ноги и понять, как писать абсолютно в любом языке программирования. Итак, теперь поговорим о принципах. В школе мы идем всегда от двух простых вещей, от параметров функции к типу. Теперь я объясню очень простую вещь. Когда мы открываем абсолютно любой файл, мы ничего не видим, кроме функции. Запомните, это уже я оставил преподавателя, они уже сами решают, смотреть или нет. Может, что-то возьмут для своей системы обучения программирования. Я говорю для просто ребят, которые смотрят видео. Ребята, запомните, у нас ничего нет, кроме функции или метода. Все остальное, там, классы и все конструкции, это просто пространство имен. Мы их даже не учитываем. Чтобы что-то сделать, есть только одна вещь. Это функция. Все, что остальное в любых языках программирования, это и есть функциональный объект, который работает по принципу функции. Все. Поэтому любая функция имеет параметры. В школе я всегда говорю первое. Мы должны считывать параметры. Что такое параметр в языке программирования? Я привожу такой простой пример. Смотрите. Вы собрались ходить в магазин. То есть вы в голове своей знаете, что вы идете в магазин. То есть сама мысль я собрался идти в магазин, это и есть параметры, которые есть функции. Попробуйте выбросить свою мысль я собираюсь в магазин, тогда отпадает вообще смысл писать какой-то список, выбирать маршрут в магазин, потому что у вас просто нет самой мысли. Давайте рассмотрим это на примеры кода. Из битого кода я всегда осматриваю код на Django. Самый часто применяемый код. Я возьму Django и возьму часто используемые функции и возьму функции, которые применяются больше всего. Это функция GetObject R404. Новичкам сейчас будет сложно, вам не надо понимать суть. Вам надо понимать только что, то что у вас может это получиться, но к этому надо дойти. Я сразу открою главную страницу сайта spb-retout.ru и опять буду опираться на Дмитрия Светернадо. Вот одно из его сообщений, не так давно, когда он пришел. Он писал, оно в группе есть. Да, Валерий, все верно. Вы вначале показали мне функции в Python, JavaScript и других языках, потом вы обратили внимание на чтение документации и исходного кода. Я впервые от вас узнал, куда смотреть, на что смотреть, в исходниках JavaScript, нода, Meteor и так далее. Ну, в общем, дальше прочитайте, на главной странице сайта другие отзывы и комментарии. Теперь смотрите, мне иногда люди задают вопрос, Буфсуновский, а зачем же тебе исходный код? Давайте мы действительно посмотрим на это. В большинстве своем много очень ребят, я смотрю, учат джанго, да, даже некоторые спрашивают, а обязательно, например, изучать Python или там другой язык программирования, когда я там занимаюсь фреймворком? Ну, вы сделаете вывод сами. Что делают большинство ребят? Смотрите, огромная простая вещь. Я открою еще одну документацию и открою модель, например, да. Ну, вот у нас самая простая модель. Кстати, я Михаилу дал задание. Видео на Михаила, там вы посмотрите. Например, в большинстве своем вот что происходит. Люди говорят, вот так пишутся модели. Ну, пишут там некое имя, а потом вот такую строчку. И люди пишут. Потом они не могут написать ни функцию, ничего, потому что это надо в школе научимся это разбирать со стороны программиста. В данном случае мы создаем просто экземпляр класса. Дальше у нас идет директория Modules, да, и поле Charles Field. Здесь работают уже как атрибуты. Ну, оставим это пока. Это будет сложновато, так, учитывая новички. Мы рассмотрим дальше то, что я начал. Возьмем функцию GetObject.org 404. Вы знаете что? Ведь здесь все написано, ребят. Здесь написан полностью план. А теперь мы откроем код и перейдем к тому, что я говорил, мысль сходить в магазин. В Django, допустим, очень круто все составлено. Это эталон. Здесь вверху написано Django Shortcast. То есть, иными словами, где искать этот файл. Мы нажимаем код, открываем вкладки, ищем папку Django, и, значит, если нам указано Django и в этой директории, то мы находим этот файл. И находим ту же функцию, которая нам надо. GetObject.org 404. Вот она. Смотрите. Мы можем пользоваться только документацией. Но для программиста документации, как правило, всегда мало. Хотя здесь многое чего видно, хорошо бы взглянуть в исходный код. Вопрос в том, что мы там хотим увидеть. Для начала я очерчу вопрос, что мы хотели увидеть в документации. Все о тех же параметрах. В школе мы начинаем с разбора, я сказал, параметров. И я говорю всегда три вещи. Параметры. У них надо иметь три вещи. Первое. Это чтение на лету. Раз. Второе. Вызов. Третье. Исключение. Все. Но под вызовом я понимаю не вызов. Вот мы в Jupyter Nobook написали функцию, потом ее вызвали. Нет. Любые параметры. Итак, для того, чтобы с одной стороны мы можем что сделать? Мы можем действительно рассматривать модель, чтобы написали некое слово, а потом вот просто по примеру написали. Все происходит. Но вряд ли у нас получится составить хорошее представление и понять, как работает модель действительно на языке программирования. Но достаточно зайти, когда мы понимаем исходный код, как все становится на места. Давайте посмотрим эту функцию. Мы видим класс, да, обязательный позиционный параметр. И видим, что можно передавать любые именованные, любые, то есть позиционные, любые именованные аргументы. Дальше мы начинаем просматривать эту функцию. И находим кирюсет и дальше присвоение идет, да. Дальше у нас начинает не вязаться, так как мы не понимаем откуда что взялось. Взялось, да. Хорошо. Если мы мытаем немножко вверх, то наконец-то мы начинаем видеть то, что нам надо. GetCureSet. И здесь мы в комментариях читаем. Это выборка кирюсет и менеджер, иными словами, менеджер программы, которая умеет выбирать обжит, а кирюсет это методы самой выборки. То есть, что здесь пишется? Здесь пишется, что класс, класс должен быть либо метод, либо вот этот вот менеджер, объект. Теперь давайте переведем это на человеческий язык по типу того, что я хотел бы сходить в магазин. Абсолютно эта функция говорит то же самое. То есть, в данном случае я хочу сходить в магазин, но в языке программирования это мыть, которая у нас в голове перед действием заменяет параметр. в данном случае класс, и дальше идет присвоение. Мы проверяем, что класс должен быть именно либо дефалт менеджер, иными обжит, либо применяться метод по умолчанию с выборки объектов аль. Иными словами, абсолютно то же самое. Сначала у нас идет класс, далее мы совершенно логично на человеческом языке говорим, что это должно быть либо выборка, либо менеджера. Вот теперь все становится на места, и нам становится все вполне понятно, потому что в самой модели, в самой функции GetObject Org404 появляется третий компонент модель откуда выбирать. Итого здесь получается три. Модель, менеджер, кересет. Нам уже абсолютно понятно, что обязательный позиционный параметр здесь должен стоять. То есть я обязательно хочу сходить в магазин, потому что у меня просто нечего умения свеклы для того, чтобы добавить борщ. Мне надо обязательно идти. Поэтому здесь стоит позиционный параметр. Мы отвечаем на вопрос, который требует, иначе человек выйдет. Второй момент. Когда я хочу пойти в магазин, я решил написать список, выбрать маршрут, потому что если я иду свеклу, то я пойду в продуктовый магазин. Все то же самое происходит в программировании только на уровне параметров. То есть смотрите, кересет. Мне сразу стало понятно, что с этого момента. Мне стало понятно, что будет происходить вот здесь, где написаны примеры. Почему? То есть здесь так очевидно, но когда я увидел вот этот кусочек кода, то есть кересет присвоит значение get кересет. Иными словами, зная, что функции также являются объектами первого класса, то есть их можно присвоить переменами. Помните, я говорил совсем недавно, что функции важно понимать чтение параметров на лету и дальше вызов. А вот пошел вызов. Вот здесь идет вызов. То есть под вызовом я говорю, не надо понимать только то, что мы в Jupyter ноутбук написали некую функцию, а потом ее вызвали. Это может быть совершенно разные условия. Вопрос в том, в данном случае она работает как переменная. Для меня все понятно. В данном случае я четко понимаю, что я буду работать с функцией как с объектом первого класса. И здесь я нахожу эти же примеры, хотя это было очевидно, что в данном случае действительно мы можем применять либо саму модель и поставить любое из выборки, либо можем совершенно сами создавать переменную кирюсет, потому что здесь она вбита, нам очевидно. Вот здесь вернуть get, да, то есть мы видим, что можно присваивать методы. этот кусок кода сам по себе мы тоже можем использовать по одной простой причине он будет тоже работать, потому что это вбита в предыдущие функции. Вот таким образом, когда мы умеем читать исходный код, понимать документацию, мы это соединяем и ответ получаем совершенно мгновенно. Новичкам сейчас не надо ничего понимать, к всему к этому надо прийти. Пока думаю хватит. Поехали дальше. Так вот, смотрите, ребят, я сразу зацеплю, есть прямой порядок, есть обратный. Ребят, этого нигде не прочитайте, это просто вот так мне легче доносить материал. Я сказал, что доносить материал в школе это не перекладывание знаний. Сейчас дойдем. Значит, смотрите, все банально просто. Почему мы делаем такой вывод? Потому что у нас кроме функции ребят ничего нет. а у нас есть функция и у нас есть что-то нечто с точками, иными словами атрибуты. Атрибуты это и есть кирпичики, которые, конечно же, в отличие от того, что многие думают, имеют типы, значения и вообще атрибуты это только значения, ребят. Поэтому здесь все банально просто. Значение не может быть без типа. Но к этому мы должны прийти. Для вас пока это многих просто слова. теперь я перейду в конец. Да? Есть ли у меня план обучения? Вот я, вы спрашиваете, в Смолске, а у тебя есть план обучения? Большинство курсов имеют такой вид, что у них есть программы для всех. Ребят, у меня нет такого плана обучения, потому что это бессмысленно. По одной простой причине, что это не будет работать. Я подхожу индивидуально, но у меня есть вехи. То есть, что такое веха? Это навык, которым надо овладеть. Ну, например, я начинаю, когда заниматься с человеком, я всегда начинаю с параметров. То есть, мне надо добиться, чтобы человек считывал и работал с параметрами правильно. То есть, добиться трех вещей. Я это достигаю разными способами, даю разные задания в зависимости от комментариев человека и кода. По коду видно, что у человека страдает. Ну, например, это легко показать. На одном примере видео я буду очень хороший парень писать. Вот видео для Михаила. Смотрите, до этого Андрей Горинь, Андрей написал, он парень, который прошел курсы, что у него прекрасно работает оболочка языка, а тонкость он не понимает. Я ему задал задачу, Андрей, ты работаешь по системе, напиши, вот перед тобой дарт, поставь задачу изучить его сходу, напиши просто план, который ты понимаешь. Что он пишет? Он пишет, первым пунктом я бы сделал что? Типы данных. Это пункт абсолютно верный. А дальше у него провал. Обратите внимание, дальше правила объявления переменных, иными словами, какой вывод можно сделать? На сегодняшний день мне надо поменять систему обучения, то есть Андрей не понимает систему работы с кодом, свою, хотя не так много времени прошло, еще месяц только прошел, мы работаем. Но о чем это говорит, что у него здесь провал. Сейчас я об обратном стиле изучения расскажу. так запомнить, мне надо сейчас детей кормить и поэтому извиняюсь, я себе напишу провал. Итак, ребят, мы продолжим. Смотрите, Андрей потрясающий парень, он очень работоспособный, очень старательный. Дело не в этом, что то, что он написал, это было в спешке, и действительно я получил это подтверждение. Смотрите, то есть что мы здесь видим? Сейчас я объясню, вы поймете. Представьте, перед Андреем стоит конкретная задача изучения языка сходу. Я требую это ставить, но чтобы это понять, я сейчас поясню сам смысл дальше. Итак, первый пункт он ставит правильно, типы данных. Для этого надо сначала объяснить такую вещь. Если мы открываем абсолютно любой справочник, то всегда типы данных идут в начале. Это система передачи знаний или справочника, как она еще называется, от профессионала к профессионалу для профессионального пользования. Он абсолютно не подходит новичкам. Если было все так просто, что рассказать вот типы данных, что и делают в большинстве случаев, но это на самом деле не работает. Ведь человек может каждый из вас сам себя проверить. Вы учитесь Python, переходите по ссылке и вы либо читаете код, либо не читаете. Потому что код на самом деле не имеет значения. Обороты какие-то и в принципе везде одни и те же в коде. Если вы не читаете код, что-то не то с вашей системой работы с кодом. Значит надо ее менять. Теперь по Андрею. Что здесь не так? Я не дам ответы на вопросы, но вот тут должны быть определенные пункты. Иными словами в данный момент может делать вывод. Андрей пока не пишет. Он не должен пока писать. По одной простой причине, потому что как мы посмотрим знания делятся на те которые я даю человек вот задаешь вопрос человек отвечает правильно, но они неприменимы к языку. Иными словами при открытии кода это ничего не будет работать. В данном случае произошло это и для Андрея. Для того чтобы четко понять этот смысл есть система по которой мы учимся. Она простая. От параметров функций к типу. То что и описывал Дмитрий и Светлана вот в этом кусочке. Второе что хотел отметить как тяжело дается ответ на вопрос об изучении языка сходу. Валерий все время говорит в Python мы идем от параметров к типу. Там это логично и правильно а в других языках все наоборот. Дмитрий дальше делает вывод что к этому надо самому прийти потому что это начинаешь видеть как езда на велосипеде. Теперь я бы хотел вам объяснить что это такое. Я открою сначала что такое от параметров к типу. Я сказал что в моей системе обучения есть вехи. Я говорил вам надо первое разобрать параметры функций. То что нам откуда мы начинаем мыслить языком. Но смысл увидеть типы. то есть типы увидеть именно там где я их показывал. то есть в тех строках которые составляют сами кирпичики. Но вопрос в том это если бы это можно было так объяснить вот просто то было бы действительно легко. но тем тем не менее способ есть в чем заключается этот способ я приведу на примере Михаила который занимается несколько месяцев. То есть мы достигаем это путем применения нескольких языков программирования. Сама система стара как мир. Сейчас покажу в чем смысл. То есть в данном случае я уже вам показывал этот код мы раз за разом пишем код выделяя какие-то элементы на разных языках. В данном случае Михаил дороже того что работал с атрибутом. Вот настал тот момент когда можно сказать что Михаил будет писать потому что допустим по Python код довольно сложно пишет но вот здесь прорыв он начал видеть одни и те же элементы в разных языках тогда они осознаются иными словами система обучения программирования заключается в следующем мая вот смотрите ведь все буквально просто только бы найти так где мы это были извиняюсь иными словами давайте теперь ближе к тому смотрите когда мы начали с параметров и мы гоним эти параметры по трем критериям критерий номер один считывание на лету ну и здесь легко можно представить если человек открывает код и он даже не знает что это за параметр понятно ему никогда не откроется что с этим можно делать второе это вызов мы говорили об этом ранее что вызов в любом месте третье исключение именно от исключения изучается язык по-другому не бывает и достигается это путем изучения нескольких языков сюда добавляется что мы постоянно работаем с документацией и исходным кодом именно из этого мы понимаем как писать свой код но вопрос в том было бы все просто и вот как Дмитрий написал что действительно этот путь очень легкий очень приятный когда даешь по шагам и дается по шагам но есть обратный порядок по сути дела когда мы идем по этому принципу дальше у нас появляется сейчас говорить бесполезно да объект объект ссылка на объект атрибут значение условия то есть это объект первого класса на самом деле каждый этот фрагментик мы начинаем работать какой-то код и работаем и что-то упущено и вот допустим сейчас формулирую что мало готовился сейчас 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 в результате когда пишется большое количество кода то получается работая с функциями отталкиваясь от параметров мы начинаем продвигаться вообще к атрибуту на самом деле и там затрагивается цель затрагивается туда вытягиваются атрибуты класса атрибуты экземпляра и мы выходим на ссылку то есть и тогда только начинает доходить что оказывается атрибут это значение а значение имеет определенный тип то есть это абсолютно то же самое получается мысль что человек я еду в магазин так надо взять сумку составить список атрибуты имеют те же компоненты как мы рассуждаем в жизни то есть это и есть мысли но к этому надо прийти то есть в данном случае мы уже не думаем какого типа мы знаем потому что мы это всегда будем проверять в любом случае всегда тип он в большинстве случаев будет проверяться в любом коде это все очень просто просто в разных языках программирования по-разному все это работает то есть проверяется в пайтер всегда проверяется тип либо там имя но здесь сложного нету здесь мало вариантов на самом деле и что здесь какой вывод сделать можно вот эти все вещи у Андрея сейчас выпали то есть смотрите получается когда мы идем по системе от параметров и работаем с разными языками мы начинаем формировать свою систему работы с кодом и при этом получается что объект ссылка то есть эти слова не должны быть нарисательными эти слова должны стать реальными конструкциями или сущностями или там объектами да просто я объект не употребляю слово потому что объект это есть тип и значение да специально сейчас для вас так вот и к этому надо доходить это надо увидеть поэтому даются код 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 и в конце концов мы начинаем это видеть в результате действительно все начинает сводиться к очень простым вещам к очень простым вещам о которых и пишет Дмитрий да это все происходит потом сначала человек начинает писать а потом уже это начинает происходить две простых вещи с одной стороны ссылка на объект с другой стороны функциональный объект на самом деле прежде чем вот это все изучить мы четко раскладываем язык на четыре вещи есть всего несколько вещей функция метод класса экземпляр и по сути дела для нас для нас язык перестает быть чем-то запутанным по одной простой причине когда мы открываем вот такое вот здесь все запутано но на самом деле все банально просто если мы берем идем порядком который я предлагаю то есть мы из языка берем четыре вещи это ключевые функции значится класс метод и экземпляр получается всего четыре вещи все остальное в языке имеет есть вещи которые имеют логические то есть например if else try except эти вещи которые применимы по логике в том или ином случае и они одинаково абсолютно во всех языках программированы но try except есть в Python допустим тоже if else есть во всех языках то есть однажды поняв смысл вы это используете в разных языках но те вещи о которых я говорю есть большинство современных языкового программирования это метод функция класс экземпляр и у этих вещей можно легко выделить общее когда мы выделяем общее то различие видится невооруженным глазом тогда получается что нам не надо учить язык нам надо всего лишь понять четыре конструкции языка это тот порядок который мы изучаем и изучить его можно только каким образом идя от этих четырех простых вещей и идя по порядку в любом случае как бы мы ни крутили везде лежит в основе функциональный объект я не буду сейчас говорить и не буду вам подсказывать вы к этому должны прийти сами потому что для многих сейчас функциональный объект это просто слово например Михаил рассказал мне что это такое с четвертой попытки исписал столько портянок кода но потом допер а Дмитрий вот он до этого описывал сообщение вот как это использовать про функциональный объект то есть что в своей основе получается есть изучение языка это не изучение чего-то сложного а наоборот увидеть то что на поверхности вот в этом вся сложность итак я для себя принимаю решение что я вижу что у него здесь провал иными словами Михаил то есть в данном случае здесь это у Михаила писали в данном случае Андрей Андрей это сделал на спешку да на спешку ну как вот он понимал при этом он очень старательно работает но на самом деле он мне ранее писал что типа я оставил на потом он сторонится пока типов да вот сторонится вот с ними работать но к этому надо прийти а теперь я написал Андрею следующую фразу обратите внимание вы тоже сможете посмотреть эти видео кое-что для себя выяснить я написал следующую фразу вот пишет Андрей вот к этому заданию здравствуйте по заданию удар пока не приступал а потом он прислал я понял что ну вот что было в голове на данный момент он написал и то что мы это смотрели да но на самом деле если посмотреть то что я написал обязательно на быстрой скорости посмотрите это видео которое для Михаила я его вам дал в описании как раз таки Михаил опять дал задание второй раз потому что Михаил правильно ответил на вопрос на часть типов но ведь ребят Андрей Михаил вот скажите пожалуйста ведь все очень просто вам надо всего лишь ответить на вопрос какой а что определяет тип и у вас сразу вот здесь заполнится пункт а после того вот вы начали изучать язык новый язык да вы ставите задачу писать сходу вы разобрали типы да а потом отвечаем себе на вопрос что определяет тип и это будет первым пунктом атипий тут еще должно быть несколько пунктов иными словами в данном случае что как работает система я скажу что вот именно обратный порядок это тестовая система я начал применять ее конкретно в двадцать четвертом году вернее раньше я ее применял просто давал ребятам задание но сегодняшний день она является проверочной смотрите что происходит с одной стороны когда мы идем по от функции к объекту да вот как писал Дмитрий это все вполне понятно мы долбим код один раз написали не так второй раз третий раз так что же вот ссылка и в конце концов человек начинает писать и он понимает это но когда мы ставим себе задачу вот так мы работаем с тремя четырьмя языками смотрите разными любыми выбирайте любые но обязательно должны быть Python потому что там хорошая документация и C++ потому что на нем не обязательно писать но в нем все истины лежат все основы а когда мы ставим себе задачу писать на другом языке сходу то получается это как вы знаете разбери а потом собери в обратном порядке значит он в голове должен представить а что же я делал когда делал так да то есть получается самопроверка и здесь в данном случае Андрей пока это не применил то есть он мы с ним еще идем там к типу но что определяет тип возможно он ответил на вопрос но это не на уровне вот таком вот знаете так автоматическом то есть не на уровне размышления то есть здесь понятно с чем работать да нам с ним дальше так вот вы поняли в чем фишка прямой порядок ну я не знаю как по другому назвать ну тот который вот пришел мне с годами что мы в любом языке делим язык на всего 4 основных конструкции потом определяем что общего что различия и далее все идет по смыслу далее все можно применять все логическое но как правило это порядок простой и вот так мы работаем доходя 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 и человек начинает писать на нескольких языках но для того чтобы проверить насколько эффективна ваша система я начал применять такую вещь как обратный порядок то есть который заключается именно в том как работают профессионалы обратный порядок человек должен определить сам то есть вот Миша тогда сказал я буду начинать с типа первый пункт правильный и дальше он написал но неосознанно как бы написал хотя ответ он очевиден если мы возьмем тот же джейсон да то мы видим что это и легло в основу создания джейсон то есть люди это совершенно понимали вот например они пишут джейсон это коллекция вообще пары значений почему она стала возможна потому что в разных языках типы данных просто реализованы по разному то есть список словарь хэш и так далее опять отталкиваясь от объектов от джейсона надо только передать сами эти объекты сами типы данных в python мы запаковали в джейсон пары значения дальше взяли в dart распаковали и запаковали в ioti все буквально просто но ведь сама система она очевидна да то есть здесь нет ничего нового вопрос что объединяет что во всех языках есть типы данных все теперь пригодные непригодные знания вот смотрите в большинстве своем что происходит происходит следующее например Михаила я писал видео да возьмем например вот те ошибки которые сейчас упущены да если взять например возьмем в рейпл да смотрите ему было задание все плюс плюс да это уже андрею да и он написал то есть написал знания на данный момент это сырые знания то есть он все написал правильно он все высчитал но это это знание как говорится как говорится ну тетрадные табличные как хотите эти знания на данный момент не применимы к коду иными словами они просто забудутся завтра что должно остаться на сегодняшний день я продолжу ему задавать вопрос так что же такое переменная иными словами что должен будет вывести Андрей Андрей должен будет вывести простую очень вещь то есть которая заключается в следующем вот передо мной есть переменная переменная да я на нее смотрю то есть что какие мысли как я должен думать об этой переменной здесь уже не подойдут табличные вот эти или как ну да данные но вы поняли когда человек просто решает некий кусок кода которым он понимает они неприемлемы поэтому я всегда ставлю задачу в каком-то конкретном куске кода что-то выделить в данном случае моя задача была чтобы Андрей понял суть переменных да си плюс плюс то есть увидел там переменную увидел память увидел указатели иными словами начал представлять как вообще это устроено и это также устроено абсолютно в любых языках программировано только реализовано по-разному люди будут писать допустим в Котлин есть изменяемый неизменяемый но это все данные которые неприемлемы к коду иными словами все равно человек не отвечает на вопрос что перед нами как парень написал мне на ютюб тут одно из видео было по перемену говорит а я тоже не знаю меня вот тоже так 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 вот зовут как там парня увидела а я тоже не знаю что такое переменная я ему сказал там в комментарии над чем надо думать я вам тоже сейчас не скажу к этому надо прийти но тем не менее подсказку некую дам например когда Михаил писал я показывал Михаил начала проклевываться иными словами Михаил начал описывать это уже вторая попытка которая получше да смотрите наконец-то вы увидели что перед ним объект дальше наконец-то да у него появились такие слова как значение да но эти слова отвечают на вопрос что это и в видео я задаю вопрос а почему это происходит ведь на самом деле вот весь ответ у нас налицо вот это самое часто получаемое исключение да вот он приводит пример некая переменная которая нигде не определена язык говорит ему нам два истно дефинет не существует и а почему почему не существует надо ответить на этот вопрос и тогда немножко раскроется то есть смысл здесь язык говорит о том почему вообще работают все языки программированные тогда переменная немножко по-другому будет существовать хотя это уже лучше но ответа нет на вопрос лучше почему во-первых Михаил начал использовать действительно исключение потому что это единственное что дает возможность ориентироваться мы должны предугадывать исключение когда я понял эту систему наверное 16 или 17 год у меня за два месяца было где-то 16 тысяч строк кода вот так да я не имею ввиду что я сам написал вот со всеми вот этими вещами да за два месяца примерно вот такая вот вещь когда я просто сидел у меня волосы дыбом становились но это одно в данном случае вроде вот все правильно но нету сути понимаете вот Михаил вот он работает и именно так дается программирование понимаете с одной стороны многие почитали перемену но все понятно что понятно вот тут написано наполовину чушь понимаете да здесь все верно но это неприменимо к коду это не дает читать хотя Михаил в данном случае он прекрасно читает исходный код и вот хотел заметить надо было внести одну вещь ребят как мне часто пишут вот они ребята пишут слушайте ваши ребята это так читают код исходный вот именно профессиональный ребят чтение исходного кода не факт написания кода но это первый обязательный шаг то есть сначала мы читаем код открываем да его можем почитать только потом наступает период когда мы начинаем осознавать вот эти все объекты и начинаем понимать как вообще писать поэтому сам факт чтения кода не дает гарантии что вы будете писать но услышите меня является первым обязательным шагом к тому чтобы начать писать код потому что одно дело прочитать код другое дело сделать вывод а как на основе этого кода я буду писать свой код это надо понять небольшое количество совсем законов программирования которые работают чтобы вас не томить все равно сделаю один общий вывод следующий вот смотрите на самом деле такой простой вопрос как переменная мы решаем вот Михаил работает уже четвертое место у него неплохо идет и сейчас мы подошли к переменной я в случае с Михаилом специально не задавал этот вопрос потому что это был контрольный вопрос как оказалось Михаил к нему был не готов то есть он прекрасно работает с атрибутами да начинает но при этом что такое переменная он с первого раза не смог ответить он написал мне характеристики иными словами понимаете вот разница вот эта лопата а вот так надо копать вот я копаю да грядку да а другое дело мы говорим вот эта лопата ей можно копать грядку а вот идти и копать грядку да так чтобы правильно так чтобы на ней выросло это совсем другое поэтому те знания которые как я говорю являются табличными иными словами вот вышел преподаватель и рассказал вот есть у нас тип данных то-то 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 они абсолютно сюда вылетели оттуда сюда влетели оттуда вылетели и забылись почему человек ничего не вынес то есть не вынес того вот я смотрю на объект что передо мной поэтому переменную я отношу намного позже да и в данном случае человек должен увидеть переменную и сказать вот передо мной переменная что я под этим подразумеваю что я с этим могу делать зачем я на нее смотрю и что мне надо понимаете здесь знание что что там описывается в принципе переменной теоретически должны перейти в практическую плоскость и над этим надо уже думать этому надо учиться для этого надо писать раз код второй код а потом дойти потому что на самом деле начинают проклевываться такие вещи как значение как тип то есть начинает совсем другие вещи происходить но это происходит тогда когда эти эти названия не стоят не является просто названием а несут смысл понимаете так что дальше давайте еще раз прочитаем на этом и так как мы учимся мы начинаем от параметров функций и идем дальше второй шаг изучение языка всходу это обратная система то есть для того чтобы изучать язык всходу нам надо знать хотя бы один два три языка программирования прекрасно и когда мы задаем вопрос себе как вы увидели вот сейчас на моих примерах которые я показывал когда человек себе ставит изучать язык всходу при этом участь по этому шагу он ребята на определенном этапе пока не осознают систему вот Диму если открыть смотрите человек пишет там на шести на семи языках то есть смотрите тут важный очень момент вот он уже пишет здравые вещи но которые доступны малому кругу вот он пишет две простых вещи с одной стороны ссылка на объект с другой стороны функциональный объект большинство программистов ссылка на объект вообще они про это не задумываются а я на это обращаю особое внимание потому что я же вам открывал атрибут атрибут я вам открывал атрибут где было четко написано понимаете простая вещь где есть всего две операции ребят ссылка на атрибут создания экземпляра то есть если вы разложите два этих слова правильно то вам надо разобраться что такое ссылка что такое атрибут и что к чему и по сути дела все это относится и к функциям иными словами вот это правильный способ изучения ООП приходите в школу покажу поехали дальше это было бы все ничто но кроме этого мы постоянно работаем с документацией исходным кодом я вам объяснил пока мы не читаем исходный код у нас ничего не получается исходный код чтения еще раз говорю он не дает гарантии что вы будете писать но является первым обязательным шагом для того чтобы писать то есть сначала мы должны уверенно читать что перед нами за объекты а потом приходит осознавание объектов ребята обратите внимание на такой маленький момент сам момент написания вот здесь можно было посмотреть но может быть не всем будет понятно но по крайней мере вот на этой странице вот там есть одно видео когда момент когда начинает писать то есть человек видит тип в данном случае Дмитрий начал видеть тип а вот сначала он начал писать а потом только происходят те моменты когда все это начинает лезть наружу и лезть это массово то есть пошли фишки и вот я сейчас не найду сообщения и он пишет как оказалось что программирование это не изучить что-то сложное глубокое а увидеть то что на поверхности абсолютно верно ведь мы много кода пишем для того чтобы увидеть тип в этом вот объекте и понимать что этот объект и есть тип и значение это очень просто на самом деле и оно работает по ссылке но я всегда говорю ребят идем в C++ потому что одно дело когда мы можем представить летающую тарелку просто а что такое ссылка мы не можем представить смысл такие же разные варианты можно ссылаться на объект можно ссылаться на ссылку но чтобы это понять надо хотя бы разобраться в указателях и это будет работать во всех языках потому что по ссылке мы определяем значение и тут у нас оказывается там все легко но видите это понятно мне это понятно определенному кругу людей которые пишут а человек который не пишет он прочитает это и для него это ничего не изменится потому что прежде чем произойдет то что он начнет писать он должен пройти вот этот весь путь работа с несколькими языками выделяя важные элементы очень простые метод функция класс и работая чтобы слово объект превращалось не в нарицательное которое в связи были а в разделялось на то чем можно размышлять вот как мысль иду в магазин возьму щетку составлю список это и есть атрибуты все просто но это все проходится шаг за шагом поэтому это и работает и почему у людей получается потому что как вы видите они до всего доходят на своем опыте я только говорю в данном моменте страдает это дают задания человек делает и доходит сам получается он приходит программирован на своем опыте поэтому люди пишут еще один момент такой расскажу ребят смотрите вот человек написал простую программу на четырех языках его цель было выделить атрибуты в C++ Луа Луа он видел первый раз но тем не менее что получилось в данном случае когда он работал с атрибутами все остальные особенности языка реализации то есть что есть атрибуты вытянулись логически иными словами Михаил в данном случае перешел на другой уровень и это для него большой прорыв я написал да ему это почему потому что он смог выделить атрибут в разных языках тогда получается что ребят а получается что все языки схожи я вам джейсон же показывал а как по другому значит здесь легко сделать вывод многие например изучают один язык программирования C++ или один язык программирования Python или один язык программирования GNS эти люди никогда не будут писать код уверенно по одной простой причине изучение языка это не написание кода это в первую очередь осознание элементов устройства языка этих элементов на пальцах можно пересчитать я вам их не назову на пальцах пересчитать но их надо увидеть в разных языках что получается получается что человек может писать на любом языке программирования абсолютно верно но теперь представьте другую ситуацию представьте вы пришли разобраться как устроен автомобиль я вам говорю у нас занятия займут два года значит первые полгода мы будем учиться выкручивать свечи в жигулях а в следующий полгода у нас будет новое задание мы будем выкручивать свечи в абсолютно другой машине в газоне а вот уже на второй год мы займемся более сложными вещами мы начнем выкручивать с вами свечи в автомобилях премиум класса там все по другому там красивый ключ там красивый двигатель вот там все по другому но выкручиваются они одинаково то есть иными словами может надо было просто поставить три автомобиля и сказать ребят смотрите вот это свеча вот это крутить надо слева направо ну правильно сказал и все везде одинаково и свеча нужна для одного и того же также абсолютно устроены языки программирования нам не нужно брать и изучать какой-то язык сначала мы должны понять что нам надо разобраться всего в четырех конструкциях но подходя к новому языку используют все-таки уже обратный порядок это пока не очень понятно ну да ладно поехали дальше давайте потом пробегим девхакерс вот именно с вводом девхакерс появилась острая необходимость вести обратный порядок именно уже как реальные знания сам по себе девхакерс это практические проекты я подготовил сам проект уже сделал то есть который будет представлять собой мобильное приложение с серверной частью на Flats и Dart либо на Togo Python либо вообще на чем хотите как поймете как работают API можно работать с любым приложением и все взаимозаменяемо здесь не в этом дело но сейчас мы копаемся с Dart то есть у меня нет смысла я дал задание Dart и пытаюсь добиться хотя бы от нескольких человек осмысленного написания именно на Dart кроме того на девхакерс почему он нужен потому что здесь есть сами проекты иными словами прекрасно бы поработать с проектами это дает возможность сосредоточить мысли правильно вот если мы открываем допустим Order Learn то мы начинаем видеть проект где есть определенные вещи вещи то есть я всегда ребятам говорю не лезьте в комментарии пока сами не ответите здесь много вещей на самом деле и когда человек начинает работать над конкретными вещами у него наконец начинает складываться в голове есть и другие проекты кроме этого здесь есть репозитории которые будут разветвляться на данный момент мы просто работаем над Dart то есть здесь есть обычный центральный репозиторий и где есть сначала вопросы откуда будут в другие репозитории то есть то что нам надо но первое чем важен вообще деф-хакер что первую очередь есть там учебные проекты что человек должен научиться работать с гид гид это важно потому что легко будет работать с кодом каждый потом может в гид вести особенно кто работает индивидуально свою историю получается тогда видно чем работать и видно продвижение и видно все уроки еще раз говорю есть индивидуальное обучение но повторюсь два раза лучше всего перейти по ссылке дев-хакерс и купить доступ и к школе и к и к значит дев-хакерс да тут есть скидки вопрос в том что есть уроки которые просто как уроки например джанга да но я вам рассказывал чем отличается ранее подход школы да вот здесь я рассказываю в этих уроках как работать с документацией рассказываю как работать с ходным кодом а конкретно индивидуальном учении мы разбираемся именно со стороны кода достигаем чтения кода разбираем конструкции языка и вот Михаилу я уже дал задание чтобы он начал жипетер работать ноутбук с джанга но уже мы будем работать с ним не со стороны того что вот так пишется модель а со стороны что это атрибут это экземпляр и так далее то есть он будет рассуждать как программист это уже идет проверка знаний хотя посмотрел уроки можно легко написать сайт кроме этого почему важно потому что здесь есть разные основы например здесь есть чтобы понять вообще первичные знания по системе работы с кодом здесь есть путеводитель здесь есть нуляк вот то с чего надо начать проще чем объяснять надо просто сначала посмотреть уроки например с чего проделать уроки понять вот параметры функций надо делать так же а потом уже можно работать кто-то приходит уже с этими знаниями поэтому конечно надо иметь лучше всего доступ к школе к группе и к индивидуальному обучению теперь дальше что я хотел сказать я сейчас забыл что хотел сказать но давайте попробуем а про DevHackers я рассказал и сам DevHackers можно почитать вот я вспомнил что вот зачем мне это да так вот здесь вот можно почитать то есть здесь план да и здесь я рассказал вообще две стратегии да они очень простые на самом деле есть стратегия когда вы двигаетесь стратегия когда вы все теряете теперь момент вот тут есть DevHackers также представлен первичными знаниями здесь мы потихонечку будем настраивать свои сервии ну и все прочее работа с Джанго с АПи с Дарт с разными языками поэтому эти знания надо это хорошая тренировка каждый может потом написать все что ему угодно если я возьму сейчас эти уроки то я хотел бы показать еще одного человека вам Рима да здесь зачастую бывает страх да в данном случае это девочка которая пришла тоже совершенно реальный человек вот тот момент когда она была пришла пару расскажу о ребятах он был запечатлен когда она пришла как раз разбирали что общего между классом там функции спасибо за простоту информации вот она пишет она открыла свой конспект и пишет функции это фразмен кода этот человек был на курсах где ему это сказали но как какое отношение это имеет к тому что человек будет писать да никакого не имеют просто ее знакомили с языком и здесь важным моментом является то что у нее скорее всего был страх то есть через 90 дней она наконец-то начала читать код но она поборовала страх как говорит выдохнула и начала получаться зачастую это тормозит я боюсь я не могу мне кажется не надо бояться не надо все получится также тут есть можно почитать отзывы но здесь меня интересует отзыв вот для меня очень важный икор снова просто чем это примечательно я опять говорю о том что лежит под ногами сама земля в данном случае когда что нашел в школе икор снова он нашел то что надо отталкиваться от документации исходного кода когда он это понял все остальные знания у него собрались до кучи на слове почитайте здесь есть интересные вещи которые написал опять же вот Дмитрий да вот Катя написала тогда когда она только начинала вот когда вот момент когда он начал писать вот он рассказал свою историю вот как он в жизни да то есть когда он понял программирование что на самом деле это все перекликается жизнью абсолютно верно все это можно почитать поэтому я на это больше времени тратить не буду просто поехали дальше это мы вначале смотрели по порядку изучения поняли почему он работает иными словами я только кратко повторюсь порядок изучения который мы используем в школе он заключается в том что мы выделяем основные конструкции языка из 4 и работаем с ними пишем код для того чтобы понять что такое тип мы постоянно раскрываем переменные атрибуты значится аргументы и все это у нас потихонечку потихонечку превращается в то что любой кусочек кода у нас наконец-то начинает остановиться мысль потому что он уже думается типом что нам проверить то есть все становится свои места обратный порядок как раз таки есть самопроверка или кристаллизация этого метода просто для того чтобы когда мы открываем абсолютно новый язык нам надо четко понять если мы пошли от типов то а что нам определяет тип если мы начинаем отвечать на вопросы правильно то мы легко понимаем язык сразу сходу пока у нас каша мы не понимаем то есть вполне легко так ориентироваться что у человека не получается я говорил что когда человек начинает писать что можно исследовать когда он придет к типу но не к тому типу как в справочнике узнал что допустим взял и тип присвоил нет это надо видеть именно в конструкциях языка в исходном коде для этого написать много кода на разных языках теперь самый главный вопрос есть ли у меня план обучения я вам показал на в школе есть девхакерс где можно сосредоточиться на пунктах в школе есть уроки которые просто можно проделывать по ходу для того чтобы обрести знания например поджанга там первичные знания поджава скрипт там знания по ноды у нас да в школе самое главное составляет эта группа это индивидуальное обучение где можно уже работать с человеком потому что взять и написать общий план для всех не имеет смысла это просто не будет работать потому что если взять аудиторию и всем рассказать просто что такое типы данных это просто информация будет прослушана но при этом она вот смотрите вы можете это легко проверить возьмите нового человека и расскажите ему что такое типы данных ну например откройте и расскажите там например вот это у нас числа там поэтому легко работать с функцией мы начинаем потому что числа и строки по крайней мере может каждый себе представить да по краю вот а дальше там списки и так далее если вы ему расскажете он скажет да все понятно когда вы откроете исходный код и скажете вот прочитаю скажет а я тут ничего не понимаю если вы откроете коментацию скажет я тоже ничего не понимаю вот этому всему надо учиться и здесь лежат в основе две простые вещи которые есть на главной странице это подход и порядок это единственное что имеет значение объясняю смотрите можно просто тупо взять и по порядку читать весь язык это ничего не даст просто ничего не отложится хотя я тоже потерял на этом четыре года пытался читать пытался пока ну я не буду рассказывать это будет больше лирикой на данный момент давно это было так вот а с другой стороны можно подойти по-другому можно выделить основные конструкции и задать простой вопрос а что общего да и дальше начать выделять элементы таким образом чтобы привести к человека типу он скажет а понял это все было на поверхности именно так написал Дмитрий что боже мой это же так просто но вот до этой простоты и надо написать и списать тонны кода перечитать кучу языков но в конце концов понять посему объясняю в моей практике есть вехи то есть что такое вехи я понимаю каким навыком должно владеть и в каком порядке вот то есть у меня нет такого ага сегодня мы с вами будем рассматривать типы данных рассмотрели ну все вы молодцы я молодец никто ничего не знает я пошел домой нет я не ставлю опять получается на Дмитрия надо ссылаться потом скажу что прямо там так вот все таки сошлюсь ладно понимаете вот Дмитрия очень трудно шли атрибуты и было как вот он пришел летом ну пришел оплатил школу и говорит что мне делать я говорю иди учи параметры и дал кучу ссылок да там на уроке а он мне пишет ой а если мне не получится я ж могу забросить и столько много я ж до конца жизни и пропал представляете пропал на полгода но видно наблюдал мы работаем в школе туда я помню был там Денис у него перло все он тоже год сидел ничего не понимал потом все поперло и потом пишет так разве пишет мне Валерия разве это сложно вот объекты разложить то есть понял оказывается и функции в всех языках и все я ему говорю иди в си плюс он идет иди туда идет все пошло иными словами я не сдвинусь с места пока вы уверены например не начнете читать параметры мне не надо чтобы вы их знали мне надо чтобы вы их читали потому что я точно понимаю что пока вы не начнете уверенно читать параметры это абсолютно будет то же самое что представьте представьте это же просто представить я хочу пойти в магазин я там хочу пойти на рыбалку И после того, как вы решили, я хочу пойти в магазин, значит у вас начинаются эти действия Значит мне надо собрать, написать список, взять сумку, выбрать маршрут в магазин Но если вы выбросите мысль, что вы хотите пойти в магазин, то все остальное уже не имеет значения Потому что вам уже никуда не надо Так как вы, зачем вам тогда эта сумка, так как вы никуда не собираетесь Так вот в языке параметр заменяет тут и вещь Получается пока я не добиваюсь, что человек уверенно читает параметры, дальше с ним двигаться некуда О чем он будет говорить, если он даже не знает, что собирается делать Я вам вполне показал на этой функции, где в принципе все очень четко видно Абсолютно та же мысль только на языке программирования В данном случае просто здесь проверяется, что это будут методы выборки объектов И обжиг программы, которая выбирает эти объекты Все просто И если мы начинаем подставлять где-то этот кересет То переменный класс нам говорит о том, что это обязательно позиционный параметр Должен быть передан обязательно позиционный аргумент Если мы не передадим, просто программа дальше не пойдет, потому что сработает Милдвер и нам выведут все ошибки То есть у нас не указан обязательно позиционный аргумент, а язык дальше не пойдет Если он указан неверно, мы тоже получим исключение, потому что это не будут эти два объекта Абсолютная аналогия с магазином Ребят, я хочу пойти в магазин, пишем, да, а здесь, значит, составляю список И выбираю маршрут в продуктовый магазин И если вдруг вы пошли не в продуктовый магазин, а в строительный рынок Вам говорят, стоп, у нас это не запланировано У нас продукты Потому что вот здесь написано только продуктовый магазин, только по этому списку И купить все Аль метод, да, купить все По умолчанию Абсолютно та же мысль Ведь это же банально и просто Но вот к этому надо прийти, ребят И пока мы не проходим вот этот этап У одних он длится месяц, у других два месяца, у третьих неделю То есть надо достичь навыка Все После этого можно двигаться дальше Вот почему ребята пишут код Потому что достигается навык, достигается веха Но я это называю вехами То есть вы увидели, что Мы говорили с вами о подходе, который заключается в том Еще раз повторю, напомню вам, что мы делим язык на основные категории Метод, класс, функция, экземпляр И есть порядок Ведь мы не можем взять сумку, а потом думать А пойду-ка я в магазин Или что, вы же так в жизни не делаете Взяли кирпич Ага, пойду-ка я капусту сейчас замешу И кирпичом накрою там ее Или там нашли штанкетину О, точно Завтра начну делать забор, пойду прибью Нет, ребят В жизни вы делаете по-другому Поэтому порядок имеет основное значение И сам за себя код это говорит Открываем просто любой файл и смотрим Здесь Открываем и он вам кричит Слушайте, ну я же вам говорю, что везде есть параметры И все от этого, и все это пишется в функциях Нет у нас больше ничего Но подождите, вам язык говорит Вот это надо изучать Вопрос в том, что Выделить это вот по этому порядку Просто читай, это не получится Потому что большая часть вещей Это просто будут смысловые вещи Которые применимы к любому элементу К функции, к экземпляру, к классу и так далее А нам надо брать То, за что может зацепиться мозг Понимаете За то, что может быть основой Поэтому я сказал Кроме функции или метода У нас ничего нет По-другому мы не выразим никакое действие И теперь на вопрос А вдруг он и не получится стать программистом Ребят, да не обманывайте себя Я сколько людей был Задавал вопрос Расскажите, как вы идете в магазин Человек подробно описывает Что он там готовит Деньги, готовит список И это может делать каждый Подождите Так вот он занимается программированием Значит, что надо научиться Просто как это переложить На язык программирования А что у него есть уже понимание Как работать в программировании Он это делает каждый день тысячу раз Этому учить не надо Поэтому То, что написано на главной странице Я говорю Есть порядок и подход То есть, есть вехи Этапы прохождения Приобретения навыки С кодом Уверена навыка Вот и все А вот как достичь того Чтоб человек писал Вот это и есть моя работа То есть, я задаю задание Одно, второе, третье Делаю вывод Ага, появилось Человек понимает Это сразу видно Идем дальше Самое лучшее Я говорил Это индивидуальное обучение Оно в школе Недорогое Тогда можно подойти При этом вы можете Учиться спокойно В своем ритме Гарантированно Все писали Но гарантия Здесь нет гарантии Какой То есть, вы проходите Я только показываю Куда идти Потому что Большинство курсов Устроено так Пришел Сорок часов Сидел Все я программист Не получится Это не работает В моей школе В моей школе Работает что? Что все состоит Из простых вещей Сегодня мы работаем С параметами Уделяй 15-20 минут День Больше не надо Хотя люди Помного уделяют Я говорю Ребятам так Ребят Смотри Не надо торопиться Быстрее не будет Просто У тебя есть месяц Есть месяц Ты все равно За день будешь Заниматься разными делами Просто реши Что каждый день 30 минут Я буду работать С параметрами Но в течение месяца Или Пока не пойму То есть А когда я пойму А когда происходит Я говорю У тебя должно быть Три вещи Считывание Вызов Исключение Ну и там много еще Всего мелочи Но Ну То что Например Джанго Я показывал С одной стороны Если человек Учит Вот так составляется Модель При помощи Вот этого слова Там Чарсфилд И точки Вот и все Мы учимся Рассматривать Это со стороны Программирования Что это Экземпляр класса То есть Говорить на языке Программирования Тогда логика Доходит сама Это я хотел просто сказать Ребята Кому стало интересно Именно руководители Если вы хотите Взять Просто мою систему То Я могу бы вам Показать Как я работаю У вас Тогда Курсы будут Эффективными Ведь по сути дела За три месяца Можно дать эту систему Я могу Показать свою систему Вашим Преподавателям Лучше Чтобы была группа Четыре Пять Шесть человек Но до десяти Не больше Почему Потому что Надо постоянный Мозговой штурм Тогда 60 тысяч месяцев За человека И занятие На гитхаб Загружу по полной Будет четкая система Теперь Я уже рекомендовал Кто захочет Учиться По моей системе Что я рекомендую Как вы увидели Я подхожу По разному Иными словами Лучше Чтобы у вас Был просто доступ К дев хакерс Вот здесь Есть ссылка На скидку Где можно Купить Доступ к школу И доступ К дев хакерс И обязательно Выбрать Я рекомендую Индивидуальное обучение Планы разные Что непонятно Будет спросить На сегодняшний день На сегодняшний день Все очень доступно Выберите свой ритм Свой темп Тогда будет нормально И все У каждого Приходит Свои цели Есть Планы Которые предусматривают Написание продукта И все прочее В общем-то Я не буду Больше на этом Скажу Что я рекламирую Я просто Рассказываю Потому что Ребята Спрашивают Да Что лучше Сделать В любом случае Лучше Задайте Сначала Кучу вопросов Пока Вроде как Я Хотел Закончить Уже И Сказать Наверное Еще несколько Слов Подводя Итог Можно сказать Что Писать На разных Языках Программирования Вполне возможно Без подвоха Единственное Что вы поняли Что это Надо работать Я рассказал О принципах Какие Рекомендации Я могу дать Вот На данный момент Разным категориям Людей Той кто Уверенный Программист Возможно Услышал Много Слов Атрибут Экземпляр На которым Возможно Задумался Надо поработать Попробовать Выделить Действительно Что общего Между Классом Экземпляром Функцией И Поработать С переменной Потому что Я уверен Что Многое Скрывается Да То что Казалось Простым Тема Каша В голове В основном Это Тут те люди Которые приходят С которыми Приятно И легко Работать Именно Потому что Есть начальное Здание И ничего Не пропадет Ребят Все станется Преподавателем Я сказал Преподавателям Кому-то Из руководителей Школы Интересна Моя Система Вы хотите Больше Зарабатывать Хотите Чтобы ваши Ученики Действительно Учились Единственное Требование Что Вы должны Говорить Что Это система Бусановская Все Все остальное Вы можете Менять Что хотите Новичкам С малым Опытом Ребят Здесь бы Я рекомендовал Не настраиваться На быстрый Результат Здесь Дело Не в том Что там Считайте Так Самый тупой Бусановский Потому что 9 лет Вы можете Сказать Я сам Конечно У вас получится Но Отсчитывайте 7-10 лет Быстрее Не получится В любом случае Что будет Происходить В любом случае Вы будете Долго и упорно Как я Ковыряться Потом придете К тем вещам О которых Я рассказываю Зачем ждать 10 лет Или 7 Если можно Взять Пройти Эти вещи За несколько Месяцев Просто надо Чтобы кто-то Это направлял Люди Которые Имеют Людям Которые Планируют Изучать Язык После 40 лет Единственное Что в этом Возрасте Мешает Это ваш Опыт Понимаете Получается У всех Людей Такого Возраста Но Если вы Будете Выполнять То Что требуется Иными словами Если написано Параметр Значит Делайте Параметры А не Выдумывайте Своё Как вам Удобнее И Здесь Конечно У вас Многих Будет И врать Обида Почему Потому что Ну Будем говорить Так Человек Я резкий Да Действительно Я не буду Вам льстить Ну Не умею Я Честное Слово Не умею Не хочу То есть Если у вас Говнокод То я скажу Это говнокод Ребят Но при этом Не надо этого Стесняться По одной Простой причине Я тоже Все мы пишем Говнокод По разным Причинам Потому что Нет времени Потому что На что Заработало Но вопрос В том Что я знаю Что пису Говнокод А много Людей Которые Просто скопировали Код Они не знают Что это Говнокод Вот в этом И есть Самое Плохое Поэтому Приходят Вот Ребята Я вижу Да Им нравится Моя система Но я им говорю Вот он пишет Допустим Ребята пишут Да Там Вот Говоришь Давай переменные Прогони По нескольким языкам Вот он написал Мне все Я говорю Это все Дерьмо Ты написал Ерунду Ты написал Просто мне Характеристики Но ты мне Ничего не написал От переменной Чем бы я мог Дупать Иными словами Что начинается Конечно же Обида Я же умный Ребят Поэтому Говорю Здесь надо Просто понять Либо вы принимаете Мою систему Либо не принимаете По одной простой причине Что Есть Простая методика На определенном Этапе Надо добиться Определенного Эффекта Например Если мы Работаем С параметрами Вы можете Что угодно делать Но вопрос в том Что вы должны Это овладеть Если вы не овладели Этим этапом То дальше делать нечего Поэтому Людям после 40 Вот Которые Справляются Именно С тем Что Я добьюсь Того что надо Да Здесь не будет Работать быстрее Понимаете Самое быстрое Это точное Выполнение заданий Которые у вас Хромают Не то что Дал бы В Суновске Там лишь бы А то что Хромает Это надо Исправлять Немедленно И если Правильно Средоточить Усилия на этом Да Кажется Что Это все Вот Так просто Да не просто Это все На самом деле Ребят Довольно Самая сложная Вещь Это Увидеть По Да Я не сказал Момент Как я все Это определяю Я всегда Все определяю По куду И по комментариям Все очевидно Да Что написано Самое главное Запомнить Сейчас Для всех Категорий Ребят Да Что все Надо писать Потому что Большинство Людей Это не делают Это самая Большая ошибка Поэтому Первое Что Вы Я от людей От ребят Требую Все писать Все прописывать Вам надо Обязательно Нам всем Называть Конструкции Языка Правильно Для этого Надо их Проговаривать Прописывать Пока Мы Это не будем Делать Мы никогда Не определим Объект И потом Будет такая Ситуация Тогда Вижу Вроде Что-то Понимаю Да Сказать Не могу Так Не пойдет Потому что Я говорил Самый важный Момент Самый важный Момент Заключается В том Что Вначале Мы Занимаемся Чем Тем Что Работаем С документацией Работаем С исходным Кодом Работаем С параметрами Но Идем К чему К чтению Кода При этом Сразу Делаем Оговорку Что Чтение Кода Не является Гарантом Что вы Будете Писать Но является Первым Необходимым Шагом Для того Чтобы Начать Реально Писать Почему Потому что Сначала Мы читаем Код Потом Начинаем Только Понимать Смысл Этого Кода Ну Никак Не наоборот А если Мы Прошли Параметры А зашли В реальный Код Но при этом Нифига Не понимаем Что здесь Не можем Пройти В документацию Мы Не отталкиваемся От исходного Кода Иными словами Можно сказать Просто Знакомимся С языком Программирования И больше Не меньше Поэтому Будет Правильно Так Что Не надо Торопиться Надо Просто Поставить Цель Моя Задача Это Все Зависит Только От вас От меня От меня Дело Маленькое Я Что Иди Туда Делай То Я Свою Работу Сделаю И это Не так Просто Иногда Приходится Думать Три Четыре Пять Дней Чтобы Понять Что У человека Хромает Задать Кучу Еще Вопросов Чтобы Разобраться Да Потому Что Вот Это Я не буду Отвлекаться Это Момент Это Мое Дело Но Смысл В том Что Просто Буквально Воспринимать Рекомендации Понимаете Вот Если Сказано Надо Все Писать Значит Надо Все Проописывать По Другому Не Будет Если Сказано Надо Посмотреть Эти Уроки И Проделать Это Пойти Документацию Посмотреть Это Сделать Выводы Да Написать Значит Надо Просто Все Это Сделать Потому Что На Первом Этапе Вам Совсем Все Не Очевидно Вот Я Рассказал Вы Послушали Длинное Это Видео Получилось На самом Деле Но Оно Дает Представление Но Когда Начинаете Приступать То На Самом Деле Вот У Нас Всего Четыре То Слово Класс Метод Функция Там Экземпляр Да Мелочь Но Нам Надо Перелистать Большое Количество Информации Которая Относится К этому Чтобы Достучаться Чтобы Прийти К этому Какому То Типу Но Это То есть Само Программирование Оно Гарантированно Получится У любого Человека Кто Поставил Цель И Начинает Делать И Делать Именно Учитывая Два Две Простых Вещи Порядок И Подход Это Только То Что Имеет Значение Все Остальное Все Приложится Поэтому Я не Видел Человека Который Бо Не Начал Писать У Кого Появилось Желание Прийти В школу Я Вам Рекомендую Вот Что Сделать Вот Это Видео Попробуйте Написать По Нему Конспект В Любом Порядке В любом И Выделить То есть Когда вы собираете Допустим Приходить в школу Чтобы вам было легче Проанализируйте это видео Послушайте несколько раз Возьмите ручку И выпишите Констекст И в принципе Чтобы Чтобы у вас Было Хоть Первое Понимание То есть Это видео Призвано Тем Чтобы Понять Что Я буду Делать На том Или ином Этапе У меня Такой Такой То Опыт Попробуйте Сделать Первый Шаг Это Проанализировать Видео Переписать Сделать Конспект И потом СПБ Потыркайте Сайт Например Почитайте Возможности Как можно Обучаться То есть Каждый Вынес свое Но вы поняли Что здесь Все по разному Вы идете За результатом Значит Надо просто Настроиться На результат Настроить Работу То что у вас Получится В этом я не сомневаюсь Это не зависит От веры Или там От чего-то Есть Допустим Если нам Надо разобраться С параметрами Мы с ними Разберемся Пусть за 10 Заданий вам Кому-то За 2 За 3 Но мы четко Понимаем И вы И я Что мы должны Работать с параметрами Прошли Этот шаг Идем к следующему Поэтому Что получится Это дело Не какого-то везения А просто-напросто Спокойной Работы В определенном порядке Так что Все будет нормально Спасибо за доверие Поставьте лайк Кстати И порекомендуйте Друзьям Если Значит Жаба не будет душить Я думаю Не за что Очень много людей Хотелось бы научиться Программировать Я буду очень благодарен Спасибо за субтитры